не кусечка девочки включила еще не включила свою камеру иду и говорю так девочки и мальчики а теперь уже включила и говорю привет девочки и мальчики здравствуйте друзья зарубежные гости здравствуйте все просто хорошие нормальные люди сегодня срастная пятница и дай бог сегодня ругаться не дай бог сегодня все что-то делать такое работать можно я думаю потому что ушел мы без работы человек должен работать девочки видите я сегодня так налазилась поехала на тополь девочки купила молочку проходила стоит бабушка и бабушка наверно ну уже 80 есть хорошо а внучка мы не знаем года двадцать пять двадцать семь и там она я как раз только зашла и это внучка с какой-то женщиной ругается ну где-то такая женщина но старше меня может лет семьдесят пять и такая одета хорошо такая то самое я не знаю из-за чего они начали и это не захотела у нее покупать что-то я я не знаю за чего не начали в общем у девочки язык конечно подвешенный сильно вот ну а я остановилась думаю попробую смотрю кастрюльки немножко сливок а вот девочки сливки у нас двести пятьдесят а так и думала что двести пятьдесят а вот и это сметана почему получил считаю девочки я не знаю извините почему я пришла там вот осидела только шат телевизор смотрела не телевизор а в ютубе там по находила кого я смотрю посмотрела посидела девочки холодно здесь холодно и там в доме холодно на улице глянь как они меня опять испугали как у то мужики какие-то мукнут что-то прям все внутри обрывается что такое получите у меня то вчера влетели как пули сейчас мукнул что я думала уже кто-то заходит получите вот лежать камнем девочки и это короче говоря холодно и в доме и тут а на улице пекла наверно 35 градусов прям аж замерзла вы знаете пойду шарфик пока немножко подогреюсь не очень честно так я еще хотела кофту взять потом вышла на улицу только шейду о еле дошла до кухни пекло вот такое а сюда зашла как в рефрижератор какой-то турецкие шарфики пригодились то что мне сынуля с привозил один светлый день такой девочки вы знаете так это самое то отскочила женщина не покупает у нее но у них ничего бабушка то молчит а девочка что-то там хорошо лялякать вот это сама попробовала взяла сливки баба мне дала я чуть-чуть вот сюда капнуть на руки попробовала и сметаны я сметаны чуть-чуть ну сразу вкусная вот вы знаете вот когда я что-то хочу купить вот не надо ходить ноги бить вот он надо сразу и брать а не плести еще там у кого-то что-то пробовать на кого-то смотреть на кого-то присматриваться принюхиваться нет надо сразу брать в общем я так и сделала пошла гулять но не у всех попробовала может быть я у человека у троих у четверых попробовала сливки и сметану вот сливки то какие-то как камень уже девочки это уже не постояли хорошо а в этих а в этих жидкие но такие знаете кастрюлька уже прихватилась хорошо а это все нормальная вот не такую не дубовую то что те галдыки положат и все потом вода эта сыворотка соединиться и масло останется то чепуха то перебитые сливки уже когда они вот такие вот дублейни но это я так думаю я никогда их не делала но я чё-то так думаю потому что ну не всегда ж такие сливки камень это же не сливочное масло что тебе надо что тебе дают а оно сливочное масло куском дают да это все-таки сливки они застынут но не до такой степени а вот ну и все и сметаны попробовать то горький то запах какой-то горьковатые были то запах то взяла аж пожалела что проглотила в общем короче говоря прошлась и к ним же вернулась также в на дне сливки эти и сметана ну сметана была пол кастрюльки еще но понемножку сегодня вы не ведрами девочки вот этими белыми здоровыми под прилавком по десять вёдер а в кастрюлечки как положено сколько было столько и сделали без всяких этих фокусов но и все я же то это сама начала нарочно торговаться специально чтобы разговаривать девочку что она за девочкой я девочка всю свою энергетику плохую все что плохое в сторону назад я я мне надо для пасхи мне не надо сюда впитывать свою злость свое вот это та самая то тут же не нравится то я засмеялась а тут и что еще детки ну тоже бабьё пристает вот и ты на можно было уступить или вот это рот свой открыть потому что тебе уже 75 лет или скука и надо и ты ну вот это стоять там вы она выступала хорошо та тетя я же хотела я же хотела вступиться ну думаю девочка и сама за себя постоит вот ну и все я вот взяла сливки я вне полкило сливок надо 250 гривен вот она начала то а сама переживает и руки у нее и трусятся и все ну она нервничала сяж вот вон опали на нее в чарке и это она мне дала эти сливки высыпала вся детки чихну девочки спасибо она мне дала эти сливки я дано полки она говорит может все заберете шелка ну чтобы не оставать не оставлять уже это вы шкребуете в общем получилось на 200 гривен сливок я взяла а вот наверное больше чем на 200 потому что я заплатила за сметану и за сливки 306 гривен или сметану и в общем я не знаю в общем я и заплатила 306 гривен сливки 250 а сметана почем не знаю и сколько она там чиполки луну она уже не угадала мне не знаю в кулечке в кульки вот по два кулька на мне дала ну и все то я так это купила потом что я там еще купила а пошла на улицу девочки такой базар неудобный господи наверно скорее метро в городе у нас до конца до ума доведут чем на топали вот это этот базар разворотили и до ума никак его не доведут в общем туда вышла на улицу аж пошла у там что девочка там в это продает вот у девочки меня на рай и сквозит у тут ребра холодно вот и это видите как летом тут хорошо на улице пекла тут прохладно ой господи наш пошла к той девочке что-то каркасы продает ну курей разбирает домашних где она их так столько она там шмонает и шмонает одна стояла ждала бедрышки она и нарезала четыре бедрышка с двух курей пока она по обрезала в общем не знаю что это за куры что я не знаю делать постоянно на каждый день с этими курями ладно я ничего не взяла каркасы у нее были и такие уже девочки уже научить научиться уже все делать как положено по 60 гривен но обрезаны уже будь здоров одни жопы торчат и там немножко жирка какого-то я не взяла а вот пупы и печенки вместе как это вытягивали с курей так они вместе не отдельно печеночки а пупы отдельно и гамняненький мне не понравилось я взяла килограмм пупов с печенками я взяла на суп на борщ я люблю вообще в супе он такой вот ну даже даже суп я сделала мне не понравилось такое какое-то она нету того жирка красивого ну такое постенько какое-то все мне не понравилось я не взяла я это постояла раз постояла пока в ту сторону шла а вот и потом назад шла опять уже не стала и смотрю то чусь он тут думаешь можешь взять ничего не взяла вот ну все вот это что я взяла да вот это что я взяла на тополе сливки сметану и поперлась а домой приехала положила а девочки пришел кровянки еще взяла там у дядьки в тетки водник но они там все время торгуют но взяла но в толстой кишке 150 ливень килограмм и сало есть не перекручено вот этот что-то там какие-то точки вот эти а сало кусочки я взяла взяла кусочек я не знаю пол килограмма там кусочек а вот да с полкило целая такая то самое 100 и в толстой кишке не в тоненько в толстой я люблю в толстой кишке кровянка сама вкусно в толстой кишке когда в этой такой вот взяла все приехала домой положила все в холодильник чтобы не телепаться девочки сумку на шею и села на тронуай поехала на озерку а там девочки сколько хозяек паски покупают куча пасок разные фирмы по вывозили перед входом в базар очередя стоят боже дольше очередь выстоят купить паску чем ее испечь самому дольше ну короче говоря я вот пошла по мясу прошлась а ничего не взяла одно одно это одни и те же стоят людей покупателей мало на мясе а завтра еще меньше будет вот так что все пролете там будут потом пошла на улицу прошла все вот тут ничего не взяла поспрашивала мясо почем ребра 180 мякоть 200 220 ну а сама я не спрашивала ну разная цена и полно мяса все ряды забиты покупателей ноль это я была где-то в пол двенадцатого вот так вот дальше вышла я на улицу пошла думаю ну пойду уже прогуляюсь я раз пришла пошла на улицу овощные ряды все заняты до одного у всех одно и то же помидоры огурцы редиска капуста кабачки перец болгарский и клубники наперли клубника девочки сообщаю нашим городским от 120 хорошее 140 самая дорогая 160 180 как я внизу на кирова спросила нема это там сильно много хотят значит на опте она уже была на рей по 100 гривен если по 120 продают то по 100 2 по 100 она была уже точно значит уже май месяц клубника уже сейчас же только дешевле и дешевле будет с каждым днем вот это она после пасхи пойдет уже девочки и наша уже пойдет и носим клубники поедим но я купила килограмм только что сидела помыла и сахаром у макала девочки сладкая не твердая как у то бывает и сладенькая но и все равно сахару макала и кушала за хвостик брала и покушала намыла себе пиалочку небольшой покушала килограмм взяла думали и себе на пополам вот дальше все потом я села на трамвай вышла с базара на озерке а девочки купила сейчас вытащу вену а ну тут сумки думаю что же еще на озерке купила на тополе там такого не было было но я подошла так вот у постояла и пошла не там нету не тот базар для на эту тему не тот базар и влажные салфетки выходила только на сметану пробовала сразу вытирала влажными салфетками не дают салфеток девочки взяла изюма на зерке в рядаху там где все где сухофрукты ну где все я вам говорила взяла девочки ну изюм взяла класс смотрите у меня же изюм есть я купила светлый кишмыш а это вот какой смотрите девочки мед вы видите какой изюм это класс изюм взяла изюма не хватит это я взяла 300 грамм и у меня полкило 800 грамм хватит ношу мало девочки хватит взяла девочки вишень немножко они крупные взяла сколько я взяла вот это все взяла на 170 гривен изюм цукаты вот эти вишни 170 гривен она округлила вот чтобы туба сдачи девочки ну вишня я не пойму что это за вишня вот я ее порежу на четыре части или посмотрю на сколько но вот столько вишни я говорю они же наверно ну неестественные и покрашенные ли шо вот таких вишень не бывает цвета правда ну взяла чуть-чуть порежу будет то что надо изюм то это и цукаты девочки взяла яркие цукаты есть яркие яркие они меньше ну размером они такие как осколочками яркие яркие разноцветные красные зеленые желтые оранжевые и они все яркие очень а вот это я взяла это не очень яркие те крашеные как сама девочка продавщица скажет это крашки крашеные те же будут красить само тесто поняли когда они там будут а это здесь это натуральный вот я взяла натуральный вот тоже взяла 300 грамм я думаю мне хватит сколько 800 грамм изюма 300 грамм цукатов килограмм да кило 100 даже да и вишня где-то кило 200 у меня будет вот этих всех вкусняшек я думаю а еще же у меня курага на курагу не буду я могу курагой только испортить я не хочу курагу я не очень курагу люблю в тесте вот ухая на мне лежит или так поедем почухала голову и почухала поправила девочка если у него новой заколочки то что девочка мне прислала ну вот в общем все и уехала с озерки девочки вот это что я купила там вот эти поехала заради вот этого ну все все я купила а потом доехала двенадцатым до кирова до низа кирова чтоб сюда же ехать уже ну и думаю что мне делать что мне рубить зашла взяла вышла на кирова странвая а там от и бы сразу внизу на кирова зашла в от и бы в это купила муку сахар вот оно все тут две пачечки дрожжей сливочное масло в общем девочки не буду ничего вытаскивать все тут вот мука сахара 2 килограмм пшеничной крупы это я и дрожжи вытащу а так не буду ничего вытаскивать ай масло вытащи девочки масло взяла хороший делюкс девочки пачка масла 99 с копейками 100 гривен пачка масла сколько 200 грамм сколько 500 гривен килограмм че сколько ну да 500 гривен килограмм девочки взяла две апельсины никогда цедру не ложила в пасхи вот это когда я делала на экспериментальные пасхи вот недавно когда я попробовала когда духовку испытывала потерла апельсину вы знаете мне понравилось немножко можно вкусно взяла две апельсинки чтоб не забыть на всякий случай две пачечки дрожжей взяла пачка масла дома мне еще одна пачка я принесу сливки сметана молочко для дрожжей купила тоже вот оно тут пол литра взяла но меньше же нету а крупу за лапшиничную девочки какая каша вкусная то я тогда сварила зала еще там же уже почти нету а и упаковочку гамилки девочки в атб акция наша ряба и очень красивые девочки обычно такие нехорошие а это такие красивые гамилки я же очень редко беру это классные наша ряба по 80 гривен акция че 80 че 70 в общем акция в атб но не во всех атб бывает наша ряба все девочки тут у меня а и томатная шпаста тут томатная паста взяла вкусное масло не взяла возьму завтра ну и все девочки а здесь у меня капустынка надо вытащить это в один пакет девочки положу сейчас родные свежая капустынка в атб тоже сделала а здесь два пакета муки хуторок 4 килограмма два пакета а тут сахар 2 килограмма два пакета все это сюда все вот это что я купила вот ну и все девочки капуста в атб по 40 с чем-то 40 44 по-моему или 43 не помню свежая а на базаре по 40 вот по 35 я не видела может где-то есть чтобы там уже а ничего вот на второй этаж я на озерке не поднималась народа мало на базаре покупателей торга шей полно покупателей нету че то что на пятницу люди работают правда значит завтра выйду что-то покупать будут а вот а сегодня на работе люди ну и все это я прителю пола сюда посидела немного поела клубники а клубники кусочек кровянки съела если ничего не ела утром вот у кофе попила вот ну и все и сразу оделась это выводит а начало девятого и чухнула вышла сразу на маршрутку на базар туда короче два базара сегодня облазила у сливки хорошие купила и сметану а еще думаю что это взяла еще еще поздно масло на тополе взяла пахучего у дядьки в того у которого и он среда крутится на масле а вот хорошее масло я его сюда не взяла дома оставила потому что я же на озерку поехала что буду телепать на озерку вот эти сумки так тяжело кровянку я с собой же забрал а вот все девочки так что клубника подешевела перед паской дошло должно быть да дорого все она наперли ее столько шоу а конечно ячкину на же выходного не будет у нас воскресенье паска понедельник рабочий день это раньше было там по два дня гуляли до а сейчас нет вот воскресенье паска и понедельник уже рабочий день так что все я уже все купила все у меня есть абсолютно все абсолютно и яйца есть и все есть все все что на паску я покупаю всегда я все купила все самое лучшее самые лучшие сливки какие были самая лучшая сметана все самое лучшее взяла творог я не не захотела я еще так смотрела на творог думала может и пирожочков то пирожочки сделаю уже напоминальные дни что и паску и пирожки не паска дома сказал я ну как это паски не покушать ну одну паску мне сын младший лет ману мир ну две пасочки самые маленькие я ему на работу поставишь кухню ниже кухня там поставишь ребятам девчатам пускай кушают у нас все на диетах я ну паску можно ж покушать ну по кусочку нам хватит ну шо я девочки шо я могу сделать приказ есть приказ но с двух пакетов спеку 4 килограмма муки уйдет вот этот замер я думаю мне мыска зачем мне там искал меня дома кастрюли осталось состоит в прихожей вот нее надо сюда привезти и там и формочки пооставали со спада ананасов я столько было забрала кружки и там и кружка я не знаете еще так литровая кружка надо сегодня не знаю я только две высокие такие одежда круглая такая была нам уже в кастрюле в на рябка строили там и кожи с прошлого года я в прошлом году пекла дома паски ну квартире так она и стоит все вот и кастрюлю вывезу фура гружу прихожую хоть она так углу и стоит она мне мешать не мешает все равно не нужна она там завтра я утром все привезу сынуля мне сказал ведь я тебе приеду но утром ну что тебе надо еще купим я тебе отвезу я вот это ехать 7 утра лететь а ну мне надо я все возьму загружу что мне на такси денег нет сюда такси стоит пачка сигарет кто курит как я всегда девочки если что хочу себе купить и про себя говорю а я не курю а люди как курят а это пай чтобы купить килограмм клубники это сейчас пачка сигарет чтобы взять такси от меня отсюда до меня пачка сигарет а люди уже рабочие работники у нас он бабы магазинах стоят девочки как не выйдешь все курят на улице все так они по две пачки на день выкуривают там пачки мало хавают и хавают эти сигареты а я не заработала до себе на клубнику либо проехаться с этими кошеляками на такси на сейчас вот ну и все так что я все а покушать девочки я ничего я так посмотрела люди все равно и редиску грибут и огурцы покупают помидоры покупают и что на тополе что на озерке так люди подходят по чуть-чуть берут всего а мне она не надо то раньше когда родня собиралась а когда столы накрывала чтоб все покушали гости были а сейчас никого нет и никому это мне не надо он наступило время аж не верится чтоб я не готовилась к празднику девочки я и холодного наварюсь я да салаты поделаю и жаркое и обязательно борщ вкусный сварю обязательно без борща у меня стол это не стол и отбивных и печеночные тортики разные и что я только не выдумывала всегда новый год пасха для меня святой рыбы на жаре вкусной то все выготавливала ломились со столы а сейчас не для кого во первых всегда сразу для своей семьи да для своей для своих детей да а потом и кто-то и приходил обязательно приходили ко мне гости и родственники друзья какие-то мне всегда приятно было я всегда всех звала и виктор приходил с генкой со своим другом генка умер а виктор уже никуда не пойдет и все дома мои разносолы никому же не нужны детки маленькие уже и юноши были да как-то у них мама была золотая всегда наготовлено всегда полный дом всего еды любой особенно на пасху а сейчас это уже дети выросли оно им не надо на диетах все что поделаешь девочки такая жизнь правда девчонки спасибо за комментарии я прям за эту женщину думаю что муж бьет думаю так вчера вечером пришла домой и она мне с головы не думаю может сейчас в это время она бедненько там бьет и это схватите что нибудь так шарахните его уже хорошо а там женщина за сына я только что почитала сыну тоже 40 лет не работает пьет ее слава богу руку не подымает а маты кроет сейчас она его выгнала а ему некуда идти она сейчас переживает леет а приходит позорит и гостом девочки вы написали тоже поддержали и умнички я тоже поставила вам что я прочитала хоть что поделаешь вот смотрите да мужей выгнал под жопу дал и хай чешут к своим мамам на воспитание если они еще остались живыми а нет хай думают как дальше жить а это же дети девочки это же дети ты никуда не денешься как так можно я не знаю бедные матери ни одна ж мать не воспитал не воспитывала что был пьяницей чтоб убил кого-то да не одна мама все носимся с ними на руках в зубку целуем не доедаем не допиваем не досыпаем и до сих пор и до сих пор уже им по 40 по 50 лет а мы не спим за них переживаем редко когда какие-то мамы уникумы которым дети пополам я тоже всю жизнь лею и как и оля ой девчата когда день и я я же говорила уже вчера говорила днем как-то легче а вот вечер ночь наступает а то вообще я ненавижу ночь как я раньше любила ночь вечер открыть окно чтобы целое лето у меня окно было открыто прохладненько так под утро да лучше я укроюся ну чтоб воздух был и ветерок был а сейчас боися этого всего девчатки вы знаете я перекусила и кушать не хочу я целую кровянка что устой кусочек на хлеб положила а вот и это и клубники поела прямо целую по половинку то горошек пиалка покушала имеешь право девочки это кино и мы имею право это этот как его артистом на этот большой перемене не старт петрович а как его фамилия артиста этого но вы поняли за кого я сказала имею право это же он тоже где это людмила зайцева и этот ефремов прости прощай да у ту шоку куту виктор павлик там и он же там да имею право говорил все время да да это с этого фильма имею право а как же его фамилия этого не стара петровича девочки не вспомню не вспомню угол помощь девочки видите как прохладно на улице пекло завтра девочки я посмотрела и на пасху нас не у нас не жарко завтра днем у нас 16 я посмотрела а ночью 6 а на пасху воскресенье 20 градусов днем это не жарко для пасхи правда обычно на пасху жарко жарко девочки всегда будет напоминальные дни ой на кладбище пока придешь кладбище красный весь обгоревший у нас еще где все похоронены на краснопольском кладбище нигде деревьев на деревьях не разрешают садить нигде они деревца нету вот посадка там есть отдельная просто как перегорожена и вот и все нигде не разрешают не оградки не деревьев еще просто памятники стать и какие-то цветы но сирень может у кого-то стоять но деревьев нет никаких оградок ничего просто памятники плитами выложены вокруг памятников все она сурско-литовском уже там оградки столетние и как начнешь идти между ними не пройдешь все позарастало эти оградки уже ржавые стоят сколько уже люди не ходят девочки старое кладбище люди поумирали есть повыезжали давным-давно уже в могилах деревья растут двадцатилетней давности в самих могилах есть здоровые деревья я тоже вот так вот считаю что надо что-то делать убирать эти деревья убирать эти могилы люди людям давать место под захоронения тоже да девочки кто-то там лежит кости чита кошмар а заброшенных сколько зачем это нужно если никто не приходит во веки веково но все в деревьях оградки облупленные и все в деревнях там уже и не видно ни крестов техни памятников ничего перестаньте баловаться дик малыш там женщина писала мне опять второй раз уже я вам даю не совета ночью не в ней кушайте на кладбище миленько мы все разные я буду делать так как мне надо как делала моя бабушка как делала моя мама как делала вся моя родня мы кушаем на кладбище и мы же не одни там едим что мы пришли и сели и нигде никого больше нет у нас так у нас кругом все сидят у всех столики лавочки и все люди сидят родня собирается родня и все люди кушают у нас так не знаю у нас или так или вообще не приходит никто по-другому у нас нет на кладбище вот где у меня родители похороненный брат там сзади ну когда-то на ралет 5 или даже даже то больше уже мы его так кушали сидели когда мальчик ну какой мальчик лет сорок на сорок чем-то принес по букету цветов положил родителям постоял и я не помню что я чего начало с ним разговаривать но что это ваши родители да соседи с нашими с нашими могилками ну так высоко сделан как фундамент высоко два памятника белые такие и плиткой все выложено высоко все заход за цементирована все ну и все и он стоит это было там лет шесть-семь тому назад и вот это же я с ним разговаривала он положил по букету цветов родителям по кулечку с конфетами с печеньем там ну еще что-то положил и пристоял же я с нему то разговаривала он или ты знаете вот это на на последний раз я пришел к своим родителям я решу такое он ведь я уезжаю на пмж и орет ряда я уже и приеду сюда вот так вот и вы знаете вот эти все года уже немножко сунется и цемен сбоку я знаю с какой стороны стоит все стоят все время эти эти два памятника в одном этом со мной на одном вот высоко еще так сделано ну прям на высоте подняли их вот и никто уже к ним не приходит девочки никто трава в середине эти не книги сами плиты а в середине для цветов ну земля вот такие ну памятники упу не гробничка вот это все траве все уже атаку так все кругом у нас едят все кругу люди стоят собирается вся родня так что я буду делать так как я делала еще там женщина мне сегодня я на остановке сидела на трамвайной ждала трамва это считаю тоже и ответила женщины тоже пишешь у паски надо было вчера печь в субботу уже паски святят никто не печет миленькая субботу я пекла и буду печь паски и никогда я ни в какой четверг не пекла никогда а воскресенье святых иду утром рано как положено как все люди идут весь мир идет и свячу паски всегда с мамку у нас так было водила на сначала мама соседкой через забор у нас жили и они нам паски давали они во дворе пекли у них печка стояла они пекли и давали нам и мы ходили в маленькие но тогда в церковь почти не пускали детей те времена вот 80-е в церковь вспомните молодежь не пускали так что я буду делать так это делала всегда я не признаю паску испечь вчера она простояла сегодня простояла суббота простояло это все равно что за неделю до нового года сварить холодец и потом его телепать еще неделю у меня я пеку паски в субботу даже в 12 ночи бы с 5 12 я их заканчиваю вот это божья благодать когда ты заканчиваешь паски печь вот я живу недалеко от троицкой церкви в квартире вот я помню я пекла паски всегда говорила всем ложится тишина в доме я пеку пасочки вот все каждый свои занимался только бегали все нюхали как пасочки пахнут детвора и вот уже где-то пол двенадцатого я все уже перемою корзина собрана все чистота в доме балкон открытый и я слышу колокола бьют служба начинается в 12 ночи я перекрестилась и легла подремала а утречком где-то в 6 часов у меня подъем всегда с детками и в церковь светить пасочки домой пришли посвятили пришли покушали захотели то что посвятили всегда и колбаску свечу и сырок но все как как все люди сели покушали если хотите я говорю могу сейчас и картошечки быстренько отварить потому что она на типа чищена уже было всегда они мода сейчас перекусим это картошечку на позже и потом целый день у меня едят я буду делать так как она как я делала всегда а что батюшки там говорят женщина говорила мне до лампочки что батюшки говорят я у батюшки работала дома убирала два года дом я видела что творится у батюшка у батюшек дома какие у них дети какие у них жены я преклоняюсь перед богом но не перед батюшкой я никогда не буду целовать руку батюшки кто он такой а в богу поцелую руку я сегодня встретила девочки на тополе господи меня уже нет врачей валентина ивановна вот это врач неропатолог который мне назначила изопран она идет а я и на встречу иду то учительницу встретила сына своего младшего сразу я не понял откуда я знаю эту женщину а потом не стукнула в стоп это же учительница а вот а валентина ивановна я сразу я иду я ей улыбаюсь а она мне мы остановились обнялись с ней она это шо вы тут делаете вы же не на тополе живете я это приехала на базар за вот этим за за сливками то за сметаной печь паски а вот она боже девочки врачи от бога она мне говорит как вы себя чувствуете запомнила мне как и зовут людо как вы себя чувствуете я говорю валентина ивановна то было вот это покупала изопран ходила я еле взяла без рецепта в дафе в этом медакадемии аптеки я рыдала девочкам а вот и вот уж мы с ней она такая шнуто шо беспокоит я что беспокоит вот это вот эта обстановка беспокоит ну и все и я говорю как вы родненько я все я говорю я вас вспоминаю добрым словом я рассказывала девочкам нашим городским кому может надо врач хороший невропатолог только в 16 больнице дневной стационар на третьем этаже валентина ивановна врач-невропатолог за в отделении дневного стационара она ведь людочка спасибо вам огромное но я уже рассчиталась и я рюта вышел она любит я уже на раза три писала заявление мне не отпускали а это ли тут она на пенсии уже до а это говорит уже я ушла ведь не более у меня сейчас дочка родила вторую внучку вот я нужна и дома думаю ну как это девочки такие врачи ты ж нужна на работе ты ж нужна людям у тебя столько знаний ты так помогаешь еще очень сидеть дома случае с луками ты же врач должна работать а я горяшу теперь делать некуда исходить теперь нет врачей альтуда я такую команду там подготовила можете запросто идти и всегда говорите что вы от меня его всегда примут все на выше на по высшему разряду если вам горит что-то надо или кому-то с ваших родственников надо пожалуйста идите от меня говорите что вы от меня и арену так и такой как вы уже не будет вы знаете девочки даже от тебя да а все равно не будет так этой человечности ты человечность свою не от не передашь мне так жалко я и на что же мне так подводите я говорю у меня самый лучший врач не рапа толах это вы моей жизни самый лучший кардиолог медиком плаза гейнсбург она его знаю что они все друг друга знают я я самый лучший хирург это мужчине они все друг друга знают и вот это вы мне три светилы самые лучшие врачи это я с вами столкнулась я могу оценивать я же не девочка 15-летняя что в людях не не понимаешь в отношении в лечении в понимании в этом не то что там сделали тебе узи и сказали что тебе надо желчный удалять а он у тебя здоровый а потом когда я вот пришла и рассказывала назад с узи с другими и сказала а мне говорит врач сам хирург который меня хотел оперировать в 16 больнице ритм и чудненько шо у вас ничего нету так я ему там чудненько дала чудненький день у него хорошо начался с утра вот так вот хотел денег содрать и желчный мне удалить инвалидом меня сделать а у меня желчный здоровый это уже прошло больше десяти лет вот так кто в 16 будет связываться там хирургии фамилию не помню а имя отчество андрей иванович он молодой ему лет наверное 50 с чем так что девочки вот так я врача встретила свою варентина его мне так жалко шею только недавно за нее проговорила с вами вот этот изопрам антидепрессант я говорила что я пропила это же она мне назначала я говорю вадима но так если мне изопрам придется вот так вот иногда а там же еще какие-то на мне одновременно таблетки давала я не надо с ними с теми что вы мне там назначали какие-то ну вместе в паре пить а нарядение люда это заправит как я вам назначала двадцатку по пол таблеточки когда вы захотите можете запросто но это же надо не меньше чем полгода пропить а это все помню я все помню постепенно ну пить их и потом постепенно на выход уменьшать дозу там откусывать не вне половинку а меньше и с каждым днем меньше 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 потом раз два дня половинку выпить потом раз в три дня и так постепенно не резко бросить а вот так постепенно уходить все незаметно это я тоже помню жалко что врача уже не будет она сама иголки ставила девочки а лечение назначала уже беспроигрышные какие капельницы какие витамины какие уколы я же у меня рука была ними ними они имела рука и меня уже наверно через два дня я лежала там но там же дневной стационар там общая такая палата и люди приходят на капельницы на уколы откололись откапались полежали там пару часов чтобы сразу же не подрываться и не лететь как пули она до каждого подойдет сядет с историей с этой которую она ну ведет все не через два дня уже рука легче становилась а то онемела рука я думала ну все оттерпло все а как было воспаление лицевого нерва думала мне лицо все и тики будут и и на бок перекосит и все там дергалась а вот так вот лицо с правой стороны она меня тоже за секунду все сняла без всяких выкачать денег там просишь даешь эту копейку что человек действительно заработал нет боже упаси бежит за тобой за пазуху тебе кидает девочки я не знаю знаете что наверно еще как кому как как кому как относятся они что же видят по человеку они ж не дурные вот я была посылала одни к мужчине ну хирургу туда с ногами мужа одна меня спросила я не ну сходите на я она лет сколько за узи я говорю девочки я же первых заварю прихожу я пошучу ну как пошучу без всяких вот этих знаете чтоб ха 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 смейтесь по мне смешно просто просто комплимент могу сделать врачу муж мужчине мужчине а вот это я с этим фамилия мужчинин правда владимир анатольевич он 60 года рождения как я а вот и это могу комплиматы поделать заход заходишь как другу какому-то не как врачу официально с какими-то гонорами я спрашивала за узи сколько сколько узи он это сколько не жалко нормально я рубчик он пойдет нормально разговоры я пойду пойдет так пойдет ложусь даже я знаю сколько а положу больше он же вы думаете я говорю мне так нравится хай будет вот так конечно если пойти там с гонорами после того что ты накурился это я посылал одних так с мужем а мне потом они это что ты нас послала с нас содрал я говорю а я тоже промолчала думаю ну так надо же вести себя нормально вы же там сидели пальцы веером вот и содрал больше не пришли а тут выглядывают я вот ему могу сейчас позвонить он мне на паску искать приходите на паску я прибегу вот так надо с врачами разговаривать они кому можно и нагнуть так что и работать перехочет а с кем что видишь он нормальный надо дружить прежде всего разговаривать нормально я жаю позвонишь вот мужчине ну хирургу да по любому вопросу можно во первых он и уролог надо пойти сделать узи вы правой почки надо пойти сделать уже после паски приду правую почку надо посмотреть я ему позвоню пойду потому что он сейчас за в отделении хирургии и за в отделении урологии вот я в понедельнике ну наверно в понедельник то наверно уже солей пойдем пусть сделает узи тоже что-то мне не нравится мне это это почка девочки это сто процентов ну и почка и и плюс еще между ребра болят и самые нижние вот эти прям как оголенные знаете как будто там паяльником по ране так кто-то будет сегодня опять трамвая ехала но мне когда знаете как вот как продвигается камушек какую-то решетной короче надо пойти сделать узи позвонить-то пойти ой господи девочки я когда камень шел на ралет 5 тому назад твой я тут че дуба не дала оля ушла по-моему она с дедом со своим вот этим который танцор диска последний шут в шиннике на танцах познакомилась на дачу с ним договорилась а поехать она отсюда ушла я еще осталась я думаю что мне дома делать да по-моему да вот ну и все и она только ушла девочки а я думаю эту скупаю всякую включила колонку тут же душ думаю стану и голову помой шампунь же тут все было вот скупалася полотенца на голову накрутила оделась аж и пошла в комнату легла думаю полежу скупалась передохнула что-то мы с ней тут сделали она ушла я ну иди если надо ну что ты начинаешь а вот я еще буду тут вот ну и все и а то легла девочки где-то через полчаса как мне стало плохо началось все с боли в животе и рвота но я еле сюда прибежала у меня состояние такого еще никогда не будет это такая была девочки почечная кулика а самошедшие я вот у сына позвонила и муж уже дробили на два раза камни он ритмамка а мне в туалет через каждой девочки секунду как от секунда я опять туалет иду и сижу тому умираю вот так мне плохо и вот это я все время в туалет 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 он не правда диксал гену колу что-то еще по моему аналгин с ножка очень сильно обезболил них хорошо а утром уже с ним пошли в больницу в речка миссию он до утреного театра там хороший врач забыла как фамилия тоже не к мужчине но мы пошли оттуда а я тогда не знала что мужчине за урологии наверно тогда еще не был только хирургии а мне туда по моему моя сестра двоюродная сказала что там вот этот хороший врач забыла девочки фамилию он прямо в кабинете узи делает сразу и все вот и мы пошли это же у меня узи сделал сразу скажет поехал камень тронулся камень тоже мне назначил что-то и пить и уколы следить дробить не надо репон идет на выход будет будет больновато что делать это же наверно может опять там камушек или песок или хрен его знает в понедельнике все девочки все я уже много вас времени забрала девочки не психуйте пожалуйста кому не надо но не пишите кто не но не смотрите но не пишите такая девочки жизнь мы в таком возрасте все зачем вот это писать девочки как девочки вчера читаю жиночка мне на наша украиночка щира чисто на мове написала мне боже и какая я и такая и засрата и сидишь лохматая секонд-хенда принесла шмотки над столом их трусишь на стол складываешь это когда я кофточку помните эту голубенькую тушу спина открытая я говорит на украинской мове только я перевожу кто не знает на вот говорит я говорит прихожу секонд-хенда я сразу купаюсь попраю все ну постираю все а потемтики раздевляюсь а ты сидишь лохудра там пилил девочки ну это нормально девочки мне 65 лет будет от через две недели и мне вот это говорит я сама решила что мне делать это нормально шоу шоу то что вот она меня смотрит что вы этим показали какая вы дурочка зачем вы пишете я вас трогаю у кого-то я сижу просто нормально разговариваю мне наоборот жалко чьи судьбы я вот это люди пишут делятся уже действительно не с кем поделиться так же самое я с вами разговариваю то ухо режет что я на сына говорю мамочка так не слушайте решил рассказывать сидеть стихи читать взять книгу какую-то или молча что-то тут тряпать и снимать и все и все зачем это дело да дикусечка а вчера девочки слышите прикол еще там по-моему я ее не удалила женщина там написала или две написали покрутили ею виска спасибо что хоть отвечаете вместо меня когда я собачек сняла там два видео вчера дикуси и малыш они меня так смешили там в коридоре это я уже их не смешно сняла то они на меня вот так смотрели глаз меня не спускали а возьму телефон они уже по-другому начинают себя вести так одна знаете что написала говорит что ты мучаешь собак замученные собаки а или издевайся над собаками что-то че замученные очень что у меня собаки замучены вы слышите девчата вы сама наверно там замучены и думаете что все вокруг замучены вы хоть замучены от стресса от силовые отчего что вам некого мучить наверное действительно ой девочки такая жесть тяжелая еще так вот чтоб травить друг другу я секонд-хенда трушу ну и что дальше а как у нас он как я видела сколько раз секонд-хенде за секонд-хенд заходят люди выберут себе вещи заплатят за них и спрашивают у продавцу можно пойти переодеться в кабинку чтоб снять вот это себя шмоль конечно идите а люди меряют вы не видели никогда вы покупаете сразу бежать хапаете или вы там так нами а я не меряю прикиньте в секонд-хенде я беру так на глаз конечно вы купаетесь а зачем вы меряете ну не подойдет выкинете отдадите кому-то жалко денег выбрасывает да а мне нет ладно девочки эти разборки ни к чему но все равно на хорошее реагировать и на такое тоже надо ну что это за люди не просто странно я жизнь прожила такого не встречала собак я мучаю ой боже мой я вас с удовольствием замучила вот там бы положила и воды вам не давала связала о на ком на ком на таких бояна отыгралась а на животных никогда девочки спасибо за внимание на дикусе малышочек у меня замученные такие лежите что с вами делать наверно цех посадить надо советовались девочки извините за все если что-то не так что-то не так но и и и и и и и и и